Привет, сноубордисты! Вы на канале Squatboard Shop. С вами Лёха Чарси. И у нас для вас новый формат видосов. У нас такого не было на канале ещё. Мы хотим поэкспериментировать и взять интервью у разных интересных людей. И самое первое интервью у нас с девушкой. Это, наверное, будет интересно многим. Катающаяся девочка, катающаяся хорошо. Таких очень мало в нашей стране. Давайте спросим у неё, кто же это. Вот представься, пожалуйста, кто ты и откуда. Меня зовут Дёмина Аня. И я сейчас, наверное, из Тюмени. Но вообще я родом из Каменско-Уральского. Это под Екатеринбургом город. Сколько катаешься на сноуборде? Больше 17 лет уже. Вау. Я так понимаю, ты катаешься за сквот на сноуборде. Не на скейте, прикиньте. На сноуборде катается человек за сквот. Ещё и девочка. Расскажи, пожалуйста, про свой стафф. Что из стаффа ты выбираешь и почему? С одежды начать. Всё. Ну, хард, наверное, самая интересная одежда во вторую очередь. Ну, давай с хардом. Мне в последнее время понравился прогиб Кэмбер. И я сейчас придерживаюсь выбора именно досок с этим прогибом. Но беру эксперимент, какие-то другие прогибы. И вот сейчас я тыщу доску Одид. И мне, в принципе, понравилось. Хоть она и с... Как смешанный прогибом. Ну, это гибридный, да. Гибридный, да. С гибридным прогибом. Два Кэмбера и Рокер. Да. И, ну, ничего. Пока нормально. Пока начало такого сезона, без всяких там жёстких приземлений, более-менее ок. Но как начнутся парки, я думаю, что нужно будет брать что-то пожёстче. Более классическое. Телос Ледженд, например. Телос Ледженд. Или, может быть, справиться с Чилумом. Слушай, а вот это... Это всё мужские доски. Ну, я так понимаю, ты катаешься на мужских досках. А можешь объяснить, почему так? Почему ты не выбираешь женские сноуборды? Ну, я каталась на женских сноубордах. Мне не нравится, что они на порядок мягче. И, как правило, у них прогиб Рокер. На жёстких приземлениях, когда ты делаешь какие-то ауты, например, с рейлов, тебя может закрутить дальше по инерции. И на следующую фигуру ты уже не успеваешь просто сориентироваться. Тебя крутит дальше по этому ледному приземлению. Ну, вот, собственно, наверное, поэтому. Ну, и они чуть шире. Как бы джибить на более широкой доске. Я всё-таки немного постабильнее, поприятнее. Прикольно. Прикольный ответ. Следующий вопрос. Чем ты увлекаешься помимо сноуборда? Я думаю, всем будет интересно. Да и мне тоже. Может быть, ты рисуешь книги или пишешь картины? Расскажи, пожалуйста. Я катаюсь на скейте. Нет, но скейт, это больше, наверное, как профессионально меня так затянуло это направление катания. Потому что я работаю с детьми и тренирую детей на сноуборде кататься. А летом мне неинтересно бегать нон-стопом с ними кроссы или давать бесконечное УФП. И решила тренировать их скейту. Ну, и самой пришлось учиться. И так затянуло. Но большую часть времени я посвящаю всё-таки более спокойным видам. Йога, фотография, видео, монтаж, съёмка. То есть у меня какие-то более такие творческие от спорта, отклонения, отклонения, увлечения. Буквально сегодня утром видел видос, который ты сняла для Андрея Мельникова. Точнее, ну, он там в кадре. Очень круто получилось. Это первый твой такого типа видео? Первое такое видео? Нет, это вообще не... Это такое видео, снятое, ну, на скорую руку, я бы даже сказала. То есть это просто старая камера Мельникова. И это было просто катание по городу на скейте. И мы такие, о, давай снимай это. Давай что-нибудь быстренько снимем. И вот сняли буквально две линии, и всё, и поехали дальше по своим делам. А в основном я снимаю на Canon, у меня зеркальный фотик с советским объективом. И там такие, получается, атмосферные видосы, более такие, с акцентом на детали каких-то. Знаешь, на что ещё акцент сейчас поспорю? Макросъёмка, да? Макро. Вот что-то такое. Макро, это когда макро? Макро, да, 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 когда ты какие-то детали прям вот приближаешь максимально, и есть способ, где ты можешь ещё больше углубить этот эффект посредством обычных объективов. То есть не обязательно использовать именно вот эти вот макрообъективы. То есть я научилась делать это на любом объективе, который можно прислабачить к зеркальному фотку. Расскажи, пожалуйста, ещё немного про йогу. Мне вот интересно, как ты к этому пришла, зачем это в твоей жизни, и как это тебе помогает в плане сноубординга? Вопросы зала. Вопросы зала. Как тебе помогает йога в сноубординге? Сноубординге. Блин, ты повторил. Это не стало. Я не в зале. Это Максим Уонов, кстати, тоже, наверное, райдер с квота. Если хотите, чтобы мы взяли у него интервью, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. А уже у меня такси приехало. Надо было раньше спрашивать. Кто знает Максима, сейчас вообще неудивлённо. Ты раньше бы сказала, вот посмотрите на прекрасных женщин на этом экране. Но... Женщины хорошие, действительно, бесспорно. Я повторю вопрос. Вопрос про йогу. Как ты к ней пришла? Зачем это тебе? И как это тебе помогает в плане сноубординга? Ну, началось совсем не с йоги. Это началось, наверное, с общей физической подготовки. Потому что, когда я начала кататься более интенсивно, я поняла, что плечи начали вылетать. И вообще, как будто бы силы надо побольше. И я начала заниматься. И через какое-то время у меня мама начала заниматься йогой. Потому что, когда я начала кататься более интенсивно, я поняла, что... Это вон, подключенка вон. А, вон, приятно. Это снова был интерактив из зала. У нас просто зал, тут бэкграунд на самом деле лютый. Вообще лютый бэкграунд. Ладно, хоть не Баста заиграл. Да, Баста заиграл. Я бы понял. Чего, блядь? Это не было каким-то, знаешь, посвящением. Таким, типа, о, дочь, я передам тебе свои знания. Просто она занималась йогой. И я смотрела, такая, ой, я тоже хочу попробовать. И у меня первое желание было это... Я хотела встать на руки. Ну, и моя первая попытка самостоятельно встать на руки обошлась мне... У меня, в общем, вылетело плечо. У меня вылетело плечо, я упала, ударилась головой о пол. И такая, так, ладно, наверное, нужно более осознанно к этому подходить. И начала заниматься. Сейчас занимаюсь в основном самостоятельно. Ну, то есть я, так скажем, накатала уже опыт в этом. И могу самостоятельно заниматься. И даже учить. А сколько ты этим занимаешься? Ну, блин, много. Лет 10, наверное, уже. Ну, 10 это увесь. Многие из тех, кто посмотрит это видео, 10 лет ничем не занимаются вообще, прикинь. Но тут, знаешь, такой момент, я уже вам рассказывала, что если у меня случается продолжительный перерыв в практике, но я продолжаю кататься, то у меня начинает болеть тело. У меня начинают болеть ноги, спина, руки. То есть, ну, тело по мере катания, оно же всё равно как-то искривляется, ты как-то падаешь, загибаешься. Учитывая, что вообще все мы кривые. Мы кривые и косые, да. Мы же боком ездим. И вот я это сейчас стала очень сильно чувствовать вот в этих перерывах, когда у меня нет практики. Поэтому сейчас это такое, ну, неотъемлемая просто часть жизни. Чтобы кататься, надо заниматься. Как взрослый скейтер разговариваешь. Давай перейдём к следующему вопросу. Расскажи, пожалуйста, про свой локальный спот. Где и с кем ты обычно катаешься на сноуборде? Где происходит эта магия, твой основной прогресс в сноубординге, наверное, где твои локальные перилы, на которые ты кидаешь свои каптусы? Раньше это был Каменск. И у нас там были трубы, был парк. Сейчас его снесли. Убрали полностью весь, все фигуры сравняли. Будут делать какой-то BMX Race трассу. Но суть не в том, а отвечу на твой вопрос. У меня нет локальной сейчас прям такой, где я прям нон-стопом катаюсь. То есть вся моя зима проходит в таких перемещениях. И я заметила, что на определенном, в определенный период, когда ты накатываешь уже такую базу себе хорошую, вот этот момент, когда тебе надо начать развиваться, ты должен погрузиться в какую-то новую среду. То есть ты перестаешь прогрессировать на одном месте. То есть в одном локальном парке, если ты долго-долго катаешься, у тебя перестает расти уровень катания. И тебе нужно куда-то ворваться, на какие-то контесты. И вот, собственно, я сейчас для себя вот этот момент открыла, что надо выезжать обязательно, кататься с какими-то другими райдерами, более сильными, на более сложных спотах, чтобы был прогресс. Локального, такого сейчас прям локального спота, ну, нет просто. На начало сезона был в Каменске. Это такой летний спот, где ты накидываешь снег на разгонку и по черной трубке тренируешься. Говорят, что твой локальный спот, там, где твоя тусовка. У тебя есть какая-то определенная тусовка? Или ты в целом не заморачиваешься, не привязываешься к кому-то и катаешься то с теми, то с теми? Я знаю, что тебя знают абсолютно все. Мы приехали в Шереге, что в прошлом году, что в этом году. И я просто хожу, да у меня в Москве столько нет друзей, сколько у тебя здесь. А ты здесь далеко не локал. До твоего города, ну, в котором ты в основном базируешься, отсюда сколько? Две тысячи километров до Тюмени? До Тюмени две. Ну, полторы, наверное. Да, плюс-минус, не суть. Это, короче, полстраны проехать. Объясни мне, как так получается, что у тебя здесь настолько много корешей вообще? И есть ли у тебя основная какая-то тусовка? Ну, основная тусовка у меня сейчас в Тюмени. В принципе, я всегда, не всегда, я, наверное, последние лет пять так прям тепло к Тюмени относилась. И всегда считала этих людей своими друзьями. И сейчас считаю, и могу назвать, что это сейчас моя локальная такая база. А в Шерегеше я просто прожила три сезона подряд. Три или четыре? Нет, три, наверное, да. и успела со всеми познакомиться и познакомиться с местностью вообще, в принципе. Как здесь, ну, как бы вот этот стилёчек жизни, какой он здесь такой вот особенный. Увесисто. Давай перейдём к следующему вопросу. Так, на чём остановились? Очень интересный вопрос. Я знаю, что ты очень топишь за развитие женского паркового катания в нашей стране в целом. Расскажи своё мнение об уровне женского сноубординга в России. Вот твоё видение. Ну, я бы не сказала, что я прям топлю за женский парковый сноубординг. Я просто понимаю, насколько девчонкам бывает сложно добиться не внимания даже, а понимания со стороны чуваков, с которыми они катаются, что всегда такое какое-то снисходительное отношение, что, ну вот, девочка же. То есть, ну, например, со своими локалами я нахожу общий язык, но когда ты начинаешь общаться в новых кругах, то есть к тебе такое отношение, да, девчонки, да, там, борщи вон надо же варить и детей рожать. И ты думаешь, чувак, ну мы же с тобой занимаемся, блин, одним делом. Мы с тобой, блин, катаемся вместе сегодня, весь день катались. Ну, что, почему такое, как, как. И вот девчонкам, которые начинают врываться, ты все равно, когда начинаешь более-менее серьезные трюки делать, это все равно в парке, то есть, ну, не в стрите. То как бы и происходит вот в момент прогресса в парке вот эти вот столкновения, что, типа, да блин, у меня вот до слез даже было, то есть, типа, ну, настолько было вот это вот какое-то, знаешь, пренебрежительное отношение, что, типа, да, ты что-то объясняешь чуваку, он такой, да, я не знаю. Едет и делает неправильно, ну, типа, я же понимаю, я же знаю, как это сделать, я тебе подсказываю, а вот это вот, и оно как будто бы вот у всех в головах сидит. Мне просто хочется девчонок поддержать и что-то сделать вместе. Это не то, чтобы, знаешь, какой-то феминистический, там, акт пусси-пауэр. Ну, слушай, мне кажется, вот такой некий сексизм, наверное, да, можно это назвать, он присутствует не только в сноубординге, а вообще в целом в нашей стране, это норма. Почему-то. Ну, это, если что, неправильно, я считаю, что так быть не должно. То, что ты говоришь, мы занимаемся одним делом, и только что там катались вместе, а ты так несерьезно относишься. Парни, на самом деле, долбаки, и они друг к другу тоже так относятся. То есть, очень редко бывает такое, что кто-то там, кого-то поддерживает или подсказывает, как делать, и другой парень такой, внем ли ты этому, и такой, ну да, наверное, вот я что-то делаю не так. Не, все на своей волне, на самом деле. Здесь дело не в том, что ты малышка, а просто в том, что чувак думает, что он самый умный. Ну, просто мы такие, так и есть. Сори, интервью не у меня, конечно, но решил поделиться. И как раз о проблемах, это, в принципе, следующий вопрос. В чем в целом проблема нашей индустрии, вот именно в России? Как ты думаешь, почему как такового развития, ну, оно не скажет, что его нету, оно есть, но оно очень медленное по сравнению с зарубежными странами. То есть, мое мнение, что за последние 10-12 лет не изменилось ровным счетом ничего. То есть, да, появились чуваки, которые могут сделать там какой-то четверной корк, например, но кардинально ничего не поменялось. Кстати, они все катаются не здесь, поэтому, может быть, и могут. Вот объясни, пожалуйста, свое видение. Почему с нашей индустрией все не так? Ну, потому что это для нашей страны относительно молодой вид спорта. Относительно зарубежных спортсменов, зарубежных школ. Мне кажется... Ну, и все-таки наша страна прошла 90-е, и как будто бы она вот такая, типа, выбралась, вроде бы только-только начала расцветать. И... Ну, индустрия же все равно завязана со всеми экономическими ситуациями. И я считаю, просто... Ну, это... Просто не повезло сноубордингу оказаться в России. Как бы это жестко не звучало, но, правда, у нас и с погодой, ну, достаточно тяжело кататься бывает в минус 30, и вот сейчас мы приехали в Шерегеш, у нас на протяжении недели просто минус 20-ка там давит, и мы такие, не, мы пойдем кататься. Ну, блин, а в Европе ты или в Америке минус 5, и ты там в Толстовочке катаешься, в парке, в стране с нормальной экономикой. Ну, как бы... нормальной, развитой. Думаешь, только в этом проблема, из-за погоды? А ты думаешь, в людях дело? Я не знаю. Ну, как? Ну, поделись, давай разойдем. А как ты думаешь, например, что первое приходит в голову, вот представь, у нас есть неограниченный доступ к ресурсам, к главному ресурсу, это бабки. Вот представь, у нас дохрена бабок. Что первое приходит в голову, что мы можем сделать? Как нам улучшить эту индустрию? Есть у тебя ответ, как ты думаешь? Я понимаю, что это такой сложный вопрос, очень теоретический. Ну, я думаю, что нужно строить парки и открывать бесплатные школы, бесплатные секции с хорошим оборудованием, прям с хорошим и хорошими фигурами в парке. Это главный бич вообще современных школ и муниципальных учреждений, потому что сноуборды, на которых начинают кататься дети, они их могут просто, ну, поломать, реально. Там такие старые сноуборды, которые не гнут, которые весят дофига, сколько килограмм и в общем, нет хорошего оборудования, нет нормальных парков, а которые парки строят, не выделяют достаточно бюджета на обслуживание. Ну, в общем, просто хозяева горнолыжек, как это в Питере или в Москве, как ты тут рассказывала, закрыли и открыли вместо парка просто бублики, потому что они бабки приносят. Ой, это рассказывал Тимур Зимин, мы смотрели его ролик. Тимур, привет. Ты по-любому это смотришь. Следующий вопрос. Топ-3 места для катания в нашей стране по твоему мнению? Сочи, Красная Поляна. Какой-то конкретный курорт в Красной Поляне? Или в целом само вот это? Слушай, а я не везде была, я не знаю, но вот по ощущениям я каталась на Поляне и на Розе. Да, на Газпроме не каталась. Ок, круто. Красная Поляна номер один в этом топе, я правильно понимаю? Ну, в целом. Поляна – это горький город. Нет, давай условимся всё, что там. Да, давай всё. Вот горький город, да, взяли, да, вот это название, теперь мы все путаемся. Да, да. Давай понимать, под Красной Поляной это и горки, и розу, и всё, что вообще там. Да. Это номер один в нашей стране. По каким критериям, если не секрет? По своим личным предпочтениям. Правильно, в целом у меня такое же предпочтение. Ну, да, то есть парки есть, паудеры есть, горы большие, не надо постоянно мотаться на подъёмнике. Круто. Первое место определиться очень легко. Давай, может быть, второе место и третье? Ну, здесь сложно. Мне почему-то вспомнился курорт в Миассе, но он такой более для спортивного сноубординга, то есть там хафф-пайп, большие трампики, слоп-стайл. Ну, это реально крутая база для того, чтобы наши спортсмены росли и развивались, и прикольно и райдерам там покататься. Но я прям затрудняюсь. Нет, я всё-таки скажу Шерегеш на втором месте, просто потому, что я люблю это место, и оно, в принципе, это как маленькая поляна. В том году здесь был парк, и это было вообще очень крутое место, Луна-парк, где ты за один день прокачиваешься, как ты, наверное, за месяц на локальном споте на своём, ну, типа успеваешь прокачаться, очень быстро. Поэтому второе место Шерегеш, а третье... Давно мы куда-нибудь ездим. Мне вот нравится пильное, но я там никогда не был. Точно, спасибо, пильное. Пожалуйста. Да, пильное. Вообще, вот, ну, мы же всё равно парковые крысы, поэтому, да, пильное. Да. Круто. дай, пожалуйста, какой-то совет ребятам, которые только начинают свой путь в парковом катании. Мне кажется, банальный вопрос, но, тем не менее, что бы ты посоветовал вот сейчас? Накатывать базу. Не лениться накатывать базу. Ну, вот прям, даже если ты уже такой, даже не начинающий, даже уверенный райдер, всё равно накатывать базу. Всё равно приходить, вспоминать всякие там дурацкие, какие-то неудобные трюки с заходами, даже, которые как будто бы да, я с закрытыми глазами, всё равно покатай. Мы тут смотрели видос про Тони Хоука, и когда у него спросили, сколько он сделал мактвистов в своей жизни, он сказал 15, ну, около 15 тысяч, ну, он так прикинул, плюс-минус. Я так думаю, блин, у меня все, наверное, трюки в таком количестве. Ну, может быть, больше, конечно, ну, в общем, и человек достиг величия. Поэтому накатывать трюки и учиться падать. Обязательно. Можно даже у инструктора взять урок не обломаться. Ну, правда, уметь падать это просто супер круто. Ты падаешь там, собираешься, встаёшь и дальше едешь, а мог умереть просто под эти перила. В общем, если ты думаешь, что круто катаешься на сноуборде, можешь ли ты сделать Switch Backside 50 по дабл кинку? Если нет, ты не умеешь делать базовые трюки. Подумай об этом. Так, наверное, последний, самый попсовый, но очень важный такой вопрос, который можно раздуть, а можешь ответить просто в двух словах. Что для тебя сноубординг? Это прикольное времяпрепровождение, как мне казалось сначала, когда я начала заниматься этим видом спорта или просто видом. Сейчас это прикольная возможность проявить свои какие-то творческие идеи. Это сложно, но ты сможешь. Сноуборд стал просто неотъемлемой частью жизни и сложно так сразу сказать, что это, потому что это просто уже все, наверное, стало притягивать, ну, то есть все мои действия и все мои какие-то начинания не так или иначе связаны с сноубордингом. То есть это такая красная ниточка, которая тянется на протяжении там вот 17-18 уже лет по всей моей жизни. То есть она так или иначе связана со всем, что происходит у меня в жизни. Сноубординг и есть твоя жизнь. Ну, получается, что так. На этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Было очень интересно поговорить с Аней. Я надеюсь, что вам понравился этот формат видосов. Напишите об этом нам в комментариях обязательно. Если вам понравилось, мы снимем что-нибудь еще. Можете даже предлагать с кем конкретно, только не предлагайте не наших людей. Вы знаете наших людей. Всем спасибо за внимание. Это была Анна Демина. Спрашивал ее Леха. Всем пока. Увидимся в новых видосах Сквот. Наконец-то и это кончилось. Ура! Мы смогли!